Мы сегодня вообще раненько. Время 7 часов 11 минут, а мы уже вышли. Хотя нас даже никто не выгонял, никто не закрывал отель, не говорил, что в 7.30 вас тут не должно быть. Вот в Padish. А здесь вдохнули, впереди 28 километров, поэтому мы двинули из Бургаса. Все новые лица, новые люди. Поскольку мы проскочили два дня пути, нас здесь еще никто не видел с собакой. Народ начинает спрашивать, типа, за что вы мучаете животное? Зачем вы его взяли с собой на камина? Какая-то скучнейшая дорога на выходе из Бургаса. Или не скучно? Короче, мне скучно, типа, такой дороги, таких красот вокруг. Проходим какой-то достоприм, госпиталь пилигримов. Многие тут делают привал, завтракают йогуртами греческими, я смотрю. Приятно сделать остановочку, если ты особенно позавтракала, как мы, печенькой и парой финичков. Вот на час их хватило, но мы уже по пути, по дороге просто так отхватили, так сказать, без остановки. Еще съели одну печеньку, чтобы нам хватило еще на час. Ты две съела? Да. Надо же, ножки маленькие, а печенье в два раза больше естся, чем я. А нам сюда. Пилигримская дорога уходит в поля. Нам остался один километр до первой привальной точки городка Тардахас. О, бар-ресторан нас ждет. Десаюно. У меня не дельде даже есть. О чем мечтает пилигрим, пройдя уже 10 километров. Все местные лавочки заняты. Завтракающими пилигримами. Все делают стоп-перекус и что-то все едят свое. Камин до Сантьяго Тардахас. Леон, Леон, Логронио и, короче, где-то там, но он еще Сантьяго. Все завтракают. Собака вот тоже завтракает и попутно, а что-то капкать пытается. Идем бодренько пока. Кофеечек сегодня другой. Сегодня с молочком. Кофе кон леч. Я сразу вспоминаю пошлый анекдот. Про Син-Лече. Про Миньет. Я это вырежу. Какой чудесный завтрак. За 5 евро. На человека. На человека, да. Ну, то есть вот это и вот это. Ну, нет, вот это только 5 евро. И хлеб. Мы прекрасно отзавтракали. Хочется на гамачок и покачаться на солнышке. У нас впереди еще 10 километров марш-броска, по сути. Ну, первые два до следующего броска мы решили переваривать завтрак, идти не торопясь. Вот еще одна история. Вот, смотрите, вот тут такие вот у них штуки висят. Почти на каждом. А вот здесь они закруты. Ну, да, здесь вот тоже. А, ну, да. Здесь жара такая стоит временами, летом. Буквально несколько месяцев, как мы понимаем. Ну, нет, зимой здесь минус 10 в Бургасе. Не особо жарко здесь. Но что-то местное опять нам говорит, иди туда, иди туда. Мы хотим водичку пить, а он это. Димой, сколько стоит? Добрый день. Что? Сколько стоит? По 70. 70 центов, нормально. Ну, разка, 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 разка. Сейчас придумаем, куда его пристроить. Так вот, вот эти вот все штуки. В общем-то, жарко бывает несколько месяцев в году. Но как планировка городов, так и вообще все здесь сделано, чтобы защититься от этой жары. Остальное время года здесь не жарко. Я бы даже сказала, холодно. Ну, они все ради этих вот нескольких месяцев дикой жары все строят и планируют. Вообще странные люди. Правда? Тут, вон, с конфетой. Герб с конфетой. Прилас? Да. Приласи все. Собака пьет не из каждого фонтана воду, не из каждой речки. Поэтому у нас тут дегустация воды. Вот здесь ничего. Пошлите. Нам стрелочка указывает путь вон туда. Досрать нам хотелось на эти штампики, правда? Если за ним в гору надо лезть. Я думаю, что здесь. Вот. Что-то нам тут такое подкинули. Святую. Какую? Мелогросу? Да. Бабулечка. Всех привечает там. И здесь какая-то молитва, что ли. Мария, зачавшая без греха. Ну да, других-то не бывает. Ось. Вот такой привал. Вот. Такая разная природа. Вот мы столько проходим, а здесь все по-разному. Тут уже сено скосили. Где-то еще листики только появляются на виноградниках. Где-то уже абрикосы налились. Он еще, я так понимаю, из Нидерландов. У него-то написано Голландия, Сантьяго, Рим, Франция. Отметки, чего он прошел. И вот так вот стащит весь свой скарб на тележке за собой. Давай, пьем. Пьем? У меня вот на карте не отмечено. Но здесь есть очень симпатичное место для привалов пути. Так, источник воды, столики, тенек. И даже, да, здесь можно разбить лагерь и поставить палатку. Да вообще всех много, кроме русских. Ну, просто другой веры, поэтому... Какой-то этот святой яхот. Ну да, просто чисто... Такая... Тоже не знает, как это назвать. Туристическая, скорее. Ну, вот именно для тех, кто... Ну, такой спортивный интерес, да, такая туристическая. Бой камин. Бой камин. Десканзан и пуху. Да. Это для пыль. Сколько идет, Марта. Пойдем, пойдем, пойдем. То есть ты водичку из фонтана? Нет. А вот лужу, сам и то. Давайте, ребята, у нас спуск впереди. Приятные три километра вниз. И мы придем туда, где можно будет выпить пивка. Не пью, я пить не пью. Вина? Сидра? Вообще ничего не пью. Кушать? Кушать. Ох, тут дорога. Колдобина от воды, которая здесь течет, камни тащит. Ну, красота. Белую ленту и вьется к деревушке. Едет на мне немножко. Очень жарко уже идти. И у меня пока есть силы его нести. А чтобы у него были силы идти дальше, его надо пронести. Вот такая вот. Такой вот замкнутый круг. Потом у меня сил не будет. Зато у него будет силы идти самому. Ох, как я хочу сейчас выпить холодное пиво. Потому что я знаю, что за ближайшие пять километров, оно у меня с потом все выйдет. Но удовольствие принесет. Больше тридцати километров в час идти не будем. Не. Не будем хоть превышать. Говорят, нам до Сантьяго-то осталось. Четыреста шестьдесят девять километров. Ну, пойдем. Не будем терять время. А вот тут такой знаменитый магазинчик. Воду, может, большую взять. Донесем. Допрем. Всегда так тяжело, когда не видишь, что все эти магазины по пути. Решить, что же надо взять, тащить с собой на сколько дней. Чтобы вообще каждый пять километров был магазинчик, им нужно было закупиться, было бы круче гораздо. Это что у нас, фиги? Инжир. Давай. Слушай, а это вот ракушки, это он сам прошел? Камина. Две палки. Пять-пять лет. Да, сам владелец много раз, я так понимаю, проходил камина. У нас часовой привальчик. А мы можем все позволить. Нам осталось идти всего шесть километров. Это тут рядом, где-то. Час всего к пути. Нас ждут к пяти. И мы придем к трене. Как белые люди ходят. Отдохнуть к пути, ножки вот проветрить. В интернете, парни. Нет, в интернете не получилось. Удачи, как-то со связью все тухло. Нам, видите, осталось. 469 километров до Сантьяго. Он сидит хозяин, пять раз его уже прошел. Он идет, он всегда ходит в Хакобейл. Это когда 25-й юбля приходится на воскресенье. Спросила, да? У него подписано там Хакобейл. То есть он, короче, идет в священные года, когда день Сантьяго попадает на воскресенье, да, получается? Был в 2010-м последний раз, и теперь будет только в 2021 году. Не ходите в эти года. Будет вообще муравейный просто ручеек. Покидаем городунку. От печати, слушай, у этого мужика наверняка от печати не будет. В магазинчик, давай вернемся. Вот он-то точно имеет свою печати. А как пить дать? Ну, зачем? Ну, давай, ведь как зачем? Ну, он такой противный. Кто? Почему он противный-то? Подумаешь, мороженого у него нет? Нам идти еще 6 километров. Хорошо, что по пути уже забронировано Альберг. Как-то городков сейчас немного, альбергов еще меньше, и они уже все забронированы по пути. То есть вот так вот, просто проходя мимо, люди проходят, уже сил нет, спрашивают, можно ли остановиться. А им говорят, извините, места нет. Собака сдалась. После двадцаточки. Как бы намекать, Дивунь, вы тоже бы это, поберегли бы меня и себя. Куда вам по 30 километров в день шагать? Вы же не забыли права на машину. Сандбол. Ждет нас. Давай, чуть-чуть сам пройдешь. Пойдем. 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 Все. Осталось, пока. Часико. 3 километра. и собаку тащить надо он же не виноват что его вообще хозяйка подписать турист сейчас работа и кони до как раз это такой уж не вечное животное правда он камин у нас это все идут они здесь живут да все пойдет без поводка 800 метров осталось из последних сил вот прям вообще и вообще знаешь что удивлять вот они буквально там за километр там за полтора них реклама и телефоны подойдя уже за километр до альберга уже невозможно ничего забронировать уже все забукано вот вот туда мы еще дойдем я надеюсь оси то 800 метров осталось 800 у меня программа говорит тут 1 и 3 до поворота 800 наверное и 500 еще от поворота меня только мысль сейчас греет что у меня целая бутылка вина сейчас в рюкзаке едет обесполивающего на вакаину целая бутылка едет со мной все поворачиваем боже мой страшно представить что кто-то еще писать куда-то кому-то записку оставил пол сачка с глазами и стрелочка нам тут убежал вперед и забронил место для пола тоже хочу кстати тут идет еще дальше я себе это вообще не постараю если бы мы сейчас еще 5 кима туда тошли не 28 и баста куда 20 все мы теперь поумнелец на пятый день камина мозги включили и выключили все остальные дурь и будем короче боже неужели мы дошли если что нам дадут поставить палатку здесь должны жить добрые люди мы сегодня первый раз в общей комнате вот здесь я сплю вот там спит оситка подкрал под лесенкой мой хороший спит не видать под лесенкой зато 5 евро что чувствуешь то спокойствие такая очень легкая усталая радость потому что ты наконец-то дошел до туда до куда хотел дойти не просто так вот просто где тебе стало устало и невозможно дальше идти и так далее вот сайте тоже вопрос вот у меня вот те люди которые ну вот забронировали и там сложа там зубы на полку надо доползти именно до того места и те которые вот идут идут идти почувствуют что все дальше не могу наступила слабость поищу кая альберги вот вот в округе где меня на настигла эта слабость вот что что сложнее ни то ни другое просто я видела как люди которые искали альберги постока не устали которых которых встречала исключительно ответ что извините у нас все полностью занято и у них вообще и у них вообще впереди неопределенность и когда ты уже устал и принял решение все я здесь остаюсь а тебе говорят нет тут остаться у тебя такой двойной такой удар кувалдой по тебе что блин ну то есть вообще как бы и морально и физически ты становишься пустым бронирование маршрута заранее составление а эти меры как полагается основные и ключевые моменты при проходе камина все поняли не у нас не русский а 8 просто неожиданность так и фотографируется и уже давайте есть за это смешно это мишка моё программе журню у автос он алберг ой нет сд1 а подент1 вообще ничего не помимо но я расскажу или чего-то то да да на всех языках партия аааа а а и Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!